Девушки отдыхают Краевые соревнования по керлингу в Центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта проходят каждый месяц. В конце ноября за призы первенства Краснодарского края в Ледяном Кубе боролись 16 команд. Около 70 спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет играли в классический керлинг. 9 декабря на этих дорожках собрались представители юношеской сборной края. Это всего 8 команд игроки до 16 лет. Это основные команды наши юниорские первые и вторые составы. Соревнования проходили на всех шести дорожках, которые у нас здесь есть в Центре. Мы играли в круговую систему, все команды встречались между собой. И потом четыре сильнейшие команды выходили в плей-офф. Это полуфинал и финальная игра. У нас играло 8 команд. Все команды играли друг против друга по круговой системе. Это все было в три дня. Каждый день мы играли по четыре тура. Команды постоянно менялись. Несмотря на то, что это первенство Краснодарского края, в финале используется только одна дорожка. Мало участников и все они сочинцы. Дело в том, что керлинг развивается только в одном городе края, в столице зимних Олимпийских игр 2014-го. Единственная площадка в регионе расположена в Ледовом дворце «Ледяной куб». Это уже финальная игра. За звание лучшей борются две команды основного состава юниорской сборной Краснодарского края. Вышли 10 человек. Пятый человек у нас запасной. Поэтому на площадке находятся 8 человек. Четыре в одной команде, четыре в другой. И они играют друг против друга. И у нас в каждой команде поздно к основному игроку. Потому что во время игры может произвести все, что угодно. Кто-то подвернул ногу, упал или еще что-то, что-то заболело. И поэтому мы можем произвести одну замену во время игры. С какими-то командами они за шесть эндов справились. С каким-то пришлось побороться до последнего. Одна игра у них даже была с экстра эндом. Они играли также уже между собой в круговой системе. И выиграла команда первый состав. Сейчас они будут играть второй раз. И уже посмотрим, кто займет у нас первое место. Сейчас они кандидаты в мастера спорта. Это пока высший результат. Следующее первенство пройдет в феврале. Турнир будет отборочным на Кубок России, где у спортсменов есть шанс повторить свой успех. В первом составе юниоров у нас сейчас играет трое спортсменов, кто на последних соревнованиях на Кубке России занял призовое место. Это первое место. Мы очень гордимся этим результатом. Потому что для наших ребят это самый высокий результат на данный момент. У нас были третьи места, но первого для них пока еще не было. Поэтому они выиграли эти соревнования. Они могут подавать документы на мастера спорта. Но, к сожалению, ребятам не исполнилось еще 16 лет. Поэтому придется еще раз зауевывать первое место, чтобы получить мастера спорта. Альберт Топчан – один из тех игроков, который был в составе команды победителя. А керлингом он занимается шестой год. Говорит, этот вид спорта похож на шахматы, где нужно продумывать каждый ход. Вот только площадка не деревянная, а ледяная. Краевых соревнований я уже не могу пересчитать, сколько их. Но их уже было достаточно много. Вот на последних краевых соревнованиях мы заняли второе место. И сразу после краевых соревнований у нас произошел Кубок России по керлингу среди мужских команд. Мы заняли на нем, как бы сказали, в победителе первое место. Сколько человек было в вашей команде? Пять человек. Только выбрали три человека из всех сборных края. Поставили в сборную к старшим. То есть там Миронов Дмитрий Андреевич и Али Артур Фаридович. Думать надо, продумывать много ходов заранее, то есть как шахматы. Выполнять броски точно на щетку, заданную капитаном команды. Капитан команды у нас Мишко Ич Арсений. Он всегда подбадривает при любом раскладе ситуации. Всегда готов выйти на помощь. Допустим, дослеповать камень, когда он не доходит, уже видит. Свип – это процесс натирания льда для лучшего скольжения камня. А это уже выкат. От правильности его выполнения зависит точность броска и конечный результат игры. Вообще, в терминологию классического керлинга включено много разных понятий. Но суть одна. Команды должны поочередно запускать по льду специальные тяжелые снаряды или, как их называют, камни в сторону, размеченной на льду мишени. Она же называется домом. Команда, чей камень окажется ближе к центру, получает право на выполнение последнего броска в стартовом энде. А энд – это 10 периодов, из которых и состоит игра. Каждая игра длится 8 эндов по времени. Засекается время основное. Это грязное время, так сказать. 130 минут дается на каждую игру. Играют они 8 эндов. Закрываться можно только после 6 энда. То есть 6 эндов обязательно. Если счет разгромный, команда готова сдаться, то можно закрыться после 6 энда и завершить игру. Ну а так играется 8 эндов. Есть дополнительный экстра энд. Если равный счет после 8, соответственно, мы играем дополнительный энд. И уже выявляется победитель. Потому что в керлинге ничьи не бывает. Играет музыка. На первый взгляд кажется все просто. Бросил камень и натирай щеткой лед. Но во время эндов разгорается настоящая битва. АПЛОДИСМЕНТИЕ Субтитры подогнал «Симон» Первенство Краснодарского края – особый турнир для сочинских кирлингистов. Соперников-то у них нет, и бороться приходится друг с другом. Я думаю, что это достаточно тяжело, потому что нужна в каждой команде сплоченность, и без сплоченности вообще никак. Просто можно проиграть игру вообще. Нам нужно взять сейчас право последнего броска, хаммер мы его называем. И чтобы это сделать, нам надо привести ближе к центру дома. Если мы возьмем хаммер, то у нас будет право последнего броска, и с помощью него можно взять два и более камней. Все. Как ты оцениваешь соперников? Соперников я оцениваю. Они очень достойные ребята. Смогут играть с нами наравне. Смогут играть с нами наное время. ПО РАЗИВАТИЛ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы кидаем после соперников, потому что мы с хамером и должны выиграть. Взять в первом энде два камня. Это задача. Соревнования – это еще больший опыт при игре, допустим, даже не с равными нам по силам, но мы, конечно, выиграем их. Для нас тренировка, а для них это все. Они могут выиграть и будут этому очень рады. Тогда, когда мы будем, конечно, не очень рады своему проигрышу и команде послабее нас. На этот раз игра пошла как в поговорке. И то бывает, что кошка собаку съедает. Но то ли из-за того, что мы отвлекли сильного игрока, то ли просто так карты легли в данном случае камни. Но слабая, по мнению Альберта, команда начала показывать хорошую игру. Сейчас наша команда выполнила задание «Ролл». Что это такое? «Ролл» – это задание, которое… Камень стоит соперников, и мы должны от него его ударить, убрать, а свой оставить чуть-чуть в стороне. Но у нас это, к сожалению, не очень получилось. Он убрал два камня сразу. Сейчас соперники везут еще один туда же. В дом, правильно? В дом, да. Правильно стоит четыре фута. А как получается все-таки максимальное количество камней забросить в центр дома? Насколько это сложно вообще? Ну, максимальное количество камней – это не столь важно. Важно играть по тактике. В плане тактики, ну, допустим, в первых эндах надо играть чисто. Это первый, второй, третий энд. Тут необходимо вставить все в дома, и чтобы… Вот мы, допустим, с «Хаммером» могли обнулиться, то есть последним броском убрать все камни из дома, чтобы на следующий день перейти тоже так же с «Хаммером». Вот сейчас ты мне можешь сказать, там, как вот… Вот они не добросили, да, сейчас камень до дома? Да, немножко не получилось. Ага. И вот насколько важно еще правильно оттолкнуться, сделать правильный выкод, да, чтобы довести вот камень и уже начать свиповать? Вот это, ну, тоже, наверное, самая главная часть неотъемлемая, да? Да, это также важная часть, потому что от правильного толчка зависит, куда придет камень. Мы с помощью секундомеров определяем время. Ну, мы уже это знаем, то есть у нас откладывается это постоянно, и мы должны по секундомеру засечь вот черная полоса «бэклайн» и красная толстая полоса «хоглайн». До нее. Это время, это время выкота из колодки. И мы потихонечку так определяем, куда он должен прийти в конце того, в конце дорожки. Вот смотри, игра уже идет, ты как бы стоишь с нами, здесь даешь интервью. Это как-то влияет на исход вашей игры сейчас или нет? Ну, так пока не очень, потому что мы играем сейчас втроем. А вы три на три играете? Да, да, да. Мой сокомандник, получается, кидает первые три броска. Следующие будут три моих броска, а потом будут броски моего капитана. Что ты можешь сказать о своей команде по сравнению с вашими противниками? Ну, если говорить про наших соперников, то они в плане выкота в линию очень хороши, так же, как и мы. И мы не должны расслабляться и должны выполнять броски точно так же, как и они, даже лучше. Вот сейчас сколько там? Один только камень, да, у нас в доме? Да, один красный камень. Желтый – это ваша, красный – это их? Да, красный. То есть сейчас вам что нужно сделать? Вот какая сейчас ситуация, расскажи. Вообще сейчас нужно было сделать ролл за гард, но почему-то наш капитан решил выбить гард, который нам бы мог пригодиться. И у него получилось или нет? У него получилось, да. Ну, я думаю, что в плане… В принципе, сейчас какой по счету? Это первый только энд или как? Да, первый энд. А всего вам их нужно пройти? Восемь эндов. А если будет больше счет, то, наверное, на шести можно, да, остановиться? Если будет счет, не позволяющий уже играть, то нас систематически закрывают и игра заканчивается. Мы выиграли со счетом, там, больше, ну, разница больше восьми камней. Вот сейчас какое количество времени прошло с начала игры и что ты можешь сказать об ее исходе? В принципе, да, по состоянию на первый энд? Ну, по состоянию первого энда мы пока что проигрываем. Почему? Ну, видимо, меня нет. Так, мало камней забили? Забили до дома, да? Да. В плане тактики не очень тоже сыграли. Когда можно было сделать, вот, как я говорил, ролл, мы не сделали этого. Сейчас, если соперники промахиваются, то нам придется выбивать их еще один камень, красный. Сейчас команда соперников пытается выбить наш камень с ТМ, то есть лоб в лоб. И у них это получилось. А значит, пока минус вашу пользу, да? Да, минус нашу пользу. И таких минусов оказалось на протяжении всей игры много. Команда красных значительно опережала желтых по очкам. В итоге играть все восемь эндов не пришлось. Закрылись на шести со счетом 11-2 в пользу красных. Ну, игра шла как-то не очень результативно, потому что я там пробрасывал, не добрасывал. Очень много ошибок. И я думаю, мы сейчас закроемся, потому что, ну, уже счет явно проигрышный. Какие для себя выводы сделали по итогам этой игры? Ну, то, что надо больше сплоченности и результативности. Скорее всего, они были лучше настроены на игру, и мы брали по одному, потому что там было необходимо это брать. Если бы мы не брали, то мы бы отдали еще там 3-2, может даже больше. Ну, мы просто возили, а они не били, не могли выбивать наши камни. Вот и все. Как ты думаешь, это удача была или что это? Неопытность соперников. Вот оно как. Какие у вас вообще впечатления об этой игре? Что ты можешь сказать из соревнований? Для тебя что они значат? Обычные игровые соревнования там просто в основной состав команду перенесут. Важные, но как бы не очень. Что такое 3, что такое 2, что такое 4? Это камни, которые взяла команда. Надо как можно ближе завести в центр. Есть защитники, есть играющие. Камни как бы в доме, они приносят вот этот счет, который выставляется туда. Вот. Их можно выбить. И все, в принципе. Один энд – это 16 бросков получается. 8 человек по 2 броска. Каждый кидает по очереди. Капитан обычно после не кидает, стоит в доме. Держит счет, куда игроку, который кидает, выезжать. Некоторые просто из нас играли на Кубке России с более опытными игроками. Мы получили от них много опыта. И теперь этот опыт реализовываем на этих соревнованиях более мелких. По результатам турнира определяется состав краевой команды. Те, кто выиграл в первом составе, проигравшие во втором. Ребята, большое спасибо. Ребята, большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин